Волга 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 Первая тренировка волжам пришлась как раз на последний день трансферного окна. То есть можно было ждать каких-то сюрпризов, но чуда не произошло. Мы никого не заявляем, у нас такой возможности нет. Для нас трансферное окно закрыто, нам надо найти внутренние резервы в том составе, который есть у нас. И поэтому здесь тоже могут быть внутри состава какие-то подвижки. Такие резервы, кстати, есть. Ну, например, в составе Волжан вновь появился Руслан Паштов. Кстати, его физическое, а главное, моральное подготовка нареканий у Гаджиева не вызывает. Я не первый день тренируюсь. Уже достаточно долгое время привык там и с ребятами в хороших отношениях. Что позволяет раскрепоститься на тренировках, чувствовать себя в своей тарелке. В принципе, в команде очень хороший микроклимат, поэтому никаких проблем не возникает. Вернули мы его в состав планово, то есть после двух сборов в первой команде мы его отдали в дубль для того, чтобы он чуть-чуть поувереннее себя почувствовал. Еще одним новым лицом, а точнее, как говорит Гаджи Муслимович, резервом может выступить Александр Салугин. После семиматчевой дисквалификации форвард к бою готов. Настроение хорошее, хочется помочь команде, вылезти из ямы. Думаю, еще сейчас 10 дней потренируемся, сыграем товарищескую игру. Дальше уже, если тренер доверит, постараюсь оправдать доверие. Видимо, учитывая все особенности осеннего футбола, главный уклон подопечные Гаджиева делают на дальние удары. С особым рвением упражнение выполняет Андрей Коряка, который буквально только что забрал жену и ребенка из роддома. Практически три дня в роддоме был, каждый день наведывал. И вчера уже перевез их сюда, в Нижний Новый. В целом, ну, собрались так, ребята, в принципе, приподнят на настроение. Все поздравили, в целом начали работать. Я думаю, должны хорошо поработать, чтобы вернуть ту уверенность, которая была, и постараться набирать очки. Впереди у Волжан насыщенная тренировочная программа. В товарищеском матче Белый-Синий встретится с ближайшим соседом по турнирной таблице Саранской Мордовии и отправится на южные сборы в Кисловодск. В общем, к восьмому туру Белый-Синий должны подойти в полной боевой готовности. Думаю, что внимательные болельщики заметили, что на этой тренировке не было ряда основных игроков. Шат Абибилов отправился в распоряжение молодежной сборной, а Гео Григалава и Артур Саркисов поехали защищать цвета своих национальных команд. И сделала это Нижегородская тройка на отлично. Григалава не допустил, чтобы родная для него Грузия пропустила от Белоруссии. Саркисов просто спас своих земляков от боевой ничьи с Мальтой. Артур вышел на замену во втором тайме и забил победный гол. Но Абибилов, думаю, многие из вас смотрели этот матч нашей молодежки против поляков, забил гостям гол. Российской молодежке осталось сыграть с Молдавией, а вот Армении и Грузии еще бороться и бороться. Ближайшие соперники Григалава и Саркисова, Испания и Болгария. Кстати, 9 сентября сыграла и вторая команда сборной России, в состав которой был заявлен наш бомбардир Алексей Сапогов. О том, как Алексей проявил себя, обязательно расскажем в нашем следующем выпуске. Я скажу, что он обладает задатками неплохими. Не хватает, правда, скорости для игры на передней линии. И мне кажется, что он все-таки свои лучшие игры провел, когда играл в позиции второго форварда. Именно второго форварда он играл в Краснодаре, где его заметил тренер второй сборной Красножан. И после игры у нас состоялся с ним разговор с Юрой Красножаном, в котором он сказал, что хотел бы вызвать Сапогову в сборную, и как я на это реагирую. Ну, я сказал, что он, в принципе, заслуживает внимания. Несмотря на то, что Алексей провел всего-то в составе Волги 7 матчей, он доказал всем. В Нижегородском клубе он не случайно желание играть с сумасшедшей энергией и благодарностью. Ведь после каждого матча, пусть даже проигранного, он благодарит за поддержку болельщиков. Всего этого у Сапогова, конечно, не отнять. Полное интервью с нападающим белый-синих вы можете посмотреть на официальной странице Волжан в интернете. Мы же покажем самые интересные, на наш взгляд, фрагменты этого интервью. Леша, а у тебя есть бутсы, которые ты привез с собой из 2-го дивизиона? Да, так я в них сейчас играю. Я в них гол забил сейчас. Они уже рвутся, так ты представляешь, они уже рвутся, но я все равно в них играю. Они у меня как раз здесь, видишь, уже какие-то подуставшие. Вот, смотри, уже, видишь, начинают рваться. Ну, если честно, это уже перед первой игрой с Динамо вот это было. Ну, вот они держатся же, я их специально, я в них не тренируюсь, только на игры подеваю. Вот они, кстати, вот они бутсы, которые я привез со 2-го дивизиона. Пока все очки, которые я набрал, я набрал в них. С локомотивом сменил на другие и не забил, и не отдал ничего. Если погода позволит, с Ростовом, надеюсь, тоже в них буду играть. Я вообще доволен тем, что я попал в эту команду и к этому тренерскому штабу. Потому что я и с Антонасовичем, мы еще в зоне Рал-Поволжи столкнулись. Он как футболист был классный, как человек хороший, он подсказать нам может. Ну, Гаджиев это вообще, считаю, из тех тренеров, пока с кем я работал, я вообще уже почувствовал разницу. Что значит вообще попасть к грамотному специалисту. Поэтому, несмотря даже на такой старт, я думаю, я думаю, мы все равно должны набирать свои очки и наберем. Многие сейчас винят Гаджиева в том, что мы проигрываем. Ты как считаешь, насколько это тренерская вина? Да, это, блин, вообще полный винят. Это всегда все кого-то винят. Конечно, проигрываем команду, виноват тренер. Да, это вообще большая удача, что он вообще в эту команду пришел работать. Он пришел, ему с листа дали там футболистов. Вот, например, я вообще со второй лиги пришел, там еще с первой лиги пришли. И у нас буквально за полтора месяца мы начали тренироваться там. И плюс попасть под такой старт, под такие команды. Я считаю, что я могу в несколько раз лучше играть. Что это далеко не лучшие мои игры. Потому что из всех вот этих шести игр, более-менее действительно, когда я чувствовал, что я уже на своем уровне играл, это первый тайм с Рубином. Ни со Спартаком, ни с Динамо, ни еще там. Может быть, с Кубани вот там отверг, когда пришел. Ну, первый тайм в итоге с Рубином. Потому что все остальное пока я чувствую, что мне в форму приходится больше работать, нежели вот играть. Не могли бы не уделить хотя бы частичку нашей программы без привлечения гордости Нижегородской области Дмитрию Кокареву. На Паралимпийских играх в Лондоне наш пловец завоевал 4 медали. 3 серебра и 1 бронзу. Дима для футболистов и болельщиков Волги уже давно стал родным. Он не только сам показывает свое спортивное мастерство, но и частенько болеет за белосиних на фан-секторе. Уже 10 сентября Волга встретится со старым знакомым по выступлениям в ФНЛ клубом из Саранска. Если посмотреть на турнирную таблицу, то после 7 туров белосиние набрали столько же очков, сколько у Мордовии и Динамо. Начало матча с саранскими футболистами в 14.00. Приходите поддержать любимую команду. Вот такое мы запомнили эту неделю. Если вы по каким-то причинам не успели к началу этого выпуска или хотите посмотреть его еще раз, пожалуйста, заходите вот по этой ссылке и наслаждайтесь. Ну а я с вами расстаюсь ровно на 7 дней. Играйте в футбол, болейте за Волгу. Смотрите программу «Волга-тайм». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова